на российском рынке да ну вот допустим вас депозит 20 тысяч рублей вот что делать если вы хотите выйти на рынок с 20 тысяч рублей ну там 30 тысяч рублей то есть фактически 500 долларов на американском рынке допустим на семье вы торговать не сможете но но можете торговать только микроконтракты это с огромными плечами ну то есть крайне и крайне жило 1 2 убыточной сделки у вас счет полностью слит поэтому на мой взгляд гораздо логичнее и продуктивнее будет если вы эти деньги на эти деньги будет торговать на российском рынке то есть у нас есть обучение как и на россии такая на америке поэтому если допустим денег немного можете начать обучаться на российском рынке либо торговать не обязательно там обучаться да но торговать на российском рынке почему то что первая задача трейдера в любом случае самая первая задача это не потерять свой депозит торговый то есть фактически вы должны относиться к нему как не на там гаечному ключу да как сантехник гаечному ключу то есть если вы гаечный ключ сломаете то вы там трубу починить не сможете то вы и заработанки денег не сможете поэтому первая задача это это сохранить депозит они приумножить уже вторая задача это поэтому разница до гарантийное обеспечение четыре с половиной тысячи на россии и две тысячи долларов на америке между дней до четырех до почти там четыре с половиной тысячи долларов то же самое касается золото золото торгуется и там и там то есть можно торговать на америке это 1000 долларов внутри дня на россии на россии это на россии это 5 600 то есть но разница значительная существенная также разница в шаге цены то есть минимальный тик на семье ну у всех инструментов по-разному сейчас допустим s&p 500 минимальный шаг цены у него 12 половиной долларов да но он не такой волатильный то есть он конечно бывает сильное движение если сравнивать те же самые с нефтью с золотом он менее волатильный но на золоте на нефти допустим что цены минимальный шаг цены это 10 долларов на россии же на тех же самых инструментах это 6 рублей то есть но разница колоссальная 10 раз плюс одним из плюсом на мой взгляд можно отнести только если торгуете на американском рынке то у вас депозит в любом случае в иностранной валюте то есть насколько я знаю брокеры предлагают вы можете хоронить там и швейцарских франках и в евро и в долларах да ну то есть там и фунты по предлагают ну то есть несколько валют но в основном 90 процентов хранятся в долларах то что самая стабильная самая надежная экономика на данный момент поэтому и валюта тоже самое вот еще одно отличие тем с чем отличается тем что смотрите тут представим также два графика график на нефть слева видите это на бирже на мерика на бирже айс справа это на нашем форте то есть графики очень и очень похоже то есть цена фактически но на 90 процентов на 90 процентов совпадает но есть одно большое но тем что фактически на мой взгляд государство наше государство оказывает на наш рынок некое давление тем что она ограничивает его во времени то есть в 12 часов закрылись до в 10 в 10 утра открылись то есть и 10 часов рынок не торгуется на американском рынке такого нету на американском рынке не происходят торги только по субботам воскресенье все остальное время он торгуется и закрывается все лишь один раз на клиринг вечером там ну для нас вечер до там уже ночью на 45 минут все закрылись пересчитали все позиции сделки все за но открылись и опять торгуются везде то есть почему это плюс потому что смотрите очень часто но периодически так как нас разница с америка большая по времени то некоторые статистики некоторые важные новости выходят для нас поздно вечером и получается так что если новость вышла очень сильная то и будут отыгрывать на там в конце американской сессии или даже на азиатской сессии на азиатской сессии тоже может быть движение если вышла какая-то там очень сильной новости отличающиеся прогнозы просто сильная новость то наш рынок в это время закрыт все мы никаким образом не можем поучаствовать в этом движении то есть на следующий день утром мы проснемся и увидим что на американском рынке который торгуется 24 часа до было сильное движение на азии все скорее всего то на сто процентов наш рынок откроется с гэпом и мы просто не сможем участвовать то что войти на гэпе да но не знаю у кого есть там программное обеспечение крутой крутейший который там может на первой свече гэпа хорошо еще зайти но обычно смертным да если это через quick через мета трейдер то даже если вы там в 10000 нажмете на заявку открыть по рынку то поверьте там брокер вас откроет по самой самой худшей цене наверху гэпа то есть ну просто мы пропускаем какое движение а на американском рынке мы можно в этом движении поучаствовать то же самое вот график золото следующий слайд то есть но на 90 процентов совпадает но если вы приглядитесь справа это форс слева комикс то есть в принципе совпадают графики но также видите где небольшие разрывы это тоже самое биржа была наша закрыта американская торговалась в америке проходили сюда торги то есть да там ликвидность меньше но все равно вы можете поучаствовать понимаете там вам не нужно стоить в рынок там 100 200 300 контракт потому что там даже на не за 10 контракт составит никакую проблема там 10 20 зайти в рынок а это поверьте уже если торгуете на 10 вас контрактов и берете средний там если вы средний срок торгуете то поверьте вас там будут десятки тысяч долларов прибыли поэтому даже на такой маленький объем если вы конечно занимаетесь скальпингом то к минусу можно отнести конечно комиссия то есть на нашем российском рынке если мы говорим о ртс да там там четыре или два рубля комиссии новых разных брокеров по-разному да на круг то на американском рынке фьючерсов там 7 долларов от 7 до 5 долларов комиссия на круг на один контракт то есть но комиссия большая за счет этого как раз таки и зарабатывает брокер предлагает свое программное обеспечение предлагают точнее комиссию берез за этого и зарабатывать у нас же все фактически все платформы они бесплатные на американском рынке когда стать еще к минусам на американском рынке можно отнести то что там все профессиональные платформы они все платные то есть допустим вы можете конечно торговать на какой-то там рокси бокси на акциях который там платформа стоит копейки но они все равно все платные там 30 долларов на будет стоить 50 долларов а если вы хотите торговать на нормальной платформе чтобы вам было удобно смотреть графики 90 трейдера там большинство трейдеров торгуют по тех анализу соответственно мы анализируем график если нам будет тяжело анализировать график то нам будет в десятки раз тяжелее принимать какие-то либо решения по нашей позиции по точке входа соответственно нужно подобрать такое программное обеспечение чтобы нам было удобно и комфортно торговать а это все программа обеспечения но все платно то есть есть бесплатная версия допустим не из трейдер да но там вы не можете пользоваться по стакану входить то есть нажали на стакан у вас не получится идти в позицию вам нужно будет руками вбивать точку там по такой цене зайти по такой цене стоп и так далее то подобное если мы говорим о скальпинге до какой-то там краткосрочной торговли то вы просто физически не будете успевать а если вы хотите успевать то извините платите 60 долларов по моему минимум за платформу ежемесячно но это как к минусам